Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 652. События дня. Иеремия 15, 6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на Тебя руку мою, погублю Тебя. Я устал миловать. Александр Марьясов. Мир дома вашему. Игнать Тихонович, сегодня общался с Владимиром из Калуги, у которого хранились ваши книги в контейнере. Владимир был проездом в Краснодаре. С большой радостью вспоминает вас и время, проведенное с вами в беседах. И нас тоже с братьями вспоминает нашу поездку и долгие вечера, когда мы общались. И мы тоже благодарны ему за внимание и помощь, уделенную нам с братьями. Они собрались с семьей перебраться в Сочи. А продать свое имение не получается. Вот и просил вас с братьями помолиться. Он передает вам низкий поклон и говорит с огромным уважением и с хорошими воспоминаниями. Относятся ко времени общего сотрудничества. А также передает низкий поклон брату Сергею Пупкову и Валерию Сокольскому. Спаси Христос. Ну что значит контейнер хранились? Мы когда поехали в дальнюю поездку, нам нужна была ставка, куда забросить необходимое нам. Все, потому что в машине, в газель, ну там больше тонны не нагрузишь. 750 килограмм, нас все-таки трое, и собака. Первый раз останавливались в шахтах Ростовской области. Шахты. Второй раз искали. Нам нужно где-то ближе было туда, к Польше. Ну где? И Дмитрий Булкин сказал, знакомый есть. Я говорю, где-то надо в Калужской области. Есть в Калуге. Поеду, и там у него огромный контейнер. Все подготовили, электришество провели. Ну, все готово. Мы туда контейнер забросили. Это звонит Никита каждое утро. Никита Колесников. Меня будет. Я бы сейчас раньше. 4.40. Сейчас. Вот как. На фонаре стоит, когда вот такой звук издает. Ну, тогда уже оттуда каждую неделю мы возвращаемся, загружаемся и уходим на неделю. 25 комплектов книг берем. Каждый комплект. 30, в среднем килограмм. 31. Это 38 книг. Ну, слава Богу. Благодарим вас. И все братья, которые помогали. Мы тогда ездили Виктор Ставченко и Николай Кручина. Тоже поклон передавать. Очень хорошо у него были. Мы ночевали там. Не в семье. Мы никогда старались не лезть к людям. Здесь мы ночевали. Палатку ставили. У него там разные козы, свиньи, собаки. Как будто живет хорошо человек. Но он думал переезжать. Свой пруд рыбу там ловит. И вот так он, кажется, эстонец. Ну, и что день вчерашнего события? Понедельник. Мы перешли на храмовый, на лагерный пруд, к которому за лето не прикасались. И там бобры безобразничали. Вчера посмотрел. Как эта нора такая получается? Чуть не 80 сантиметров в диаметре. Ужас. Просто ужас какой-то. Ну, надо все раскапывать. А глубина больше метра. Больше метра. И вода стоит. Он почти всю прорвал. Иначе бы вышла вода. С чудом сохранилась. Ну, так целый день там мы бились. Никита сено, солому там что есть. Ромешки затарил, подносил. А мы с Володей смолили. Он смолил, я больше самонил. А Володя бил сваи. Сегодня вот опять идти туда. Ну, надо. Это не просто сел с удочкой половил. И мы благодарим Бога, что нам Бог дает такой труд серьезный. В поте лица есть хлеб свой. Больше ничего и не было. Весь день мы там провели. Кое-что немножко сняли. Потом покажем. Работа мужская, хорошая. Показать свои ресурсы. Чтобы знали где. Это мой мир, Mail.ru. Говорит, много спама некоторые. Какой спам? Вообще нету. Нету. Считай, это лучшая система. Ну, не считай. Ютуба просто. И общаться, и много. А была она превосходная. За раз можно было посылать 12 фотографий на 10 тысяч человек. Или текст. 5 тысяч знаков. 10 тысяч человек могли получать. А потом все это убрали. Они сейчас по одному. И все равно. Все равно хорошее. Дальше у нас ленточный. Называется форум. Очень грамотно составлено. 1600 тем богатейшим. Бузка, ты передала лазишь тут? Закрываешь. Ну и наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Сегодня поставил 5 роликов. Бузка, ты закрываешь текст у меня. Ну-ка, давай, уходи. Уходи. Уходи, уходи, уходи. Вот так. Ложиствуй. Чтобы не заметить. Ну вот, вот. 4124 ответа. Девятый пункт. Война. Ну вот. О войне сейчас и будет речь. Иси. Из этой папки буду брать вопросы и озвучивать их. Вопрос 3301. 19-й том открытым оком. Можем ли мы считать за истину выражение «Победа – лучший аргумент в споре». Ответ. Какая победа и насколько? Если с позиции вечности во свете Библии, тогда все верно. А если временная победа и на иных основаниях, в большинстве случаев победа может в конце быть поражением. На Муфея побили камнями. Полная победа и завели. Но цариса Евдоксия, победившая Златоуста, вошла в историю как беснующиеся еридиады, головы Иоанновой требующие. Запускавшая против меня извительные стрелы разума, где они? Может быть, страдают духовно? А мне хорошо. А обвиняющие меня тоже не на пустом месте говорят, что-то же им приблазнилось. Но они не захотели сесть за стол, на котором кроме Библии ничего нет. Столько разделений в мире, в христианстве. Почему? Какой рецепт, чтобы этого не случилось? У меня свой есть. Ничего выше Библии не ставить. Но понимать ее по святым отцам, с церкви, во всем, что не противоречит самой Библии. И нельзя так рассуждать, что если Библия о чем-то молчит, значит, это разрешено. Она ни слова не говорит о том, чего тогда не было. Но порицание греховному нынешнему она уже вынесла под другим именем. Если я начинаю подробно исследовать, чем вызвано очередное нападение на нашу общую, иногда даже от близких некогда нам, то это вовсе не значит, что я обиду держу на павшего. Иоанн 3.21. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Ефесянам 5.13. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Во все делающийся явным свет есть. 1 Иоанна 5.4. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияя из победы, победившая мир, вера наша, казненная, умущенная за Христа, живы. Их голос и ныне доходит до слух владыки. Откровение 6.9. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душ убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. А победившие, получившие награду за уничтожение святых, они где? Иоанна 9.31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Откровение 12.11. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего и не возлюбили души Своей даже до смерти. Победа должна быть чистая, без ущерба кому-то, со Христом. Иные религии с мечом приходили, свою инквизицию распаляли над подсвятыми. Но победа там, где победитель Христос. 1 Иоанна 4.4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Сверепых львов увидел я во сне, развеселило их мое обличье. И дать клыки они решили мне, чтоб слабых бить и жадно рвать добычу. Но отказался я от этих прав, остаться с человеком, пожелав. Давид Кугультинов. Вот такая история. Ну, как будто бы больше ничего и не было. Ни с кем не встречались, ничего. Холодно было, мерзло, но работали. Это наши события. Сегодня опять за то же. Игорь Негода. Игорь Негода.